Если ковид влияет на память, то получается Кадыров им болеет до того, как это стало мейнстримом. Не, у Кадырова у него немного другая болезнь. Она не связана. Тонсо пару слов о встрече Хасана и АНД в Турции. Ну, Хасан, в принципе, уже объяснил, что это было. Ему были даны гарантии. То есть, ему дали слово, что с ним ничего плохого не произойдет. То есть, с этим Кадыровцем. Ну, и после этого с ним, в общем, встретились, поговорили. На самом деле, я считаю, что Хасан тем самым, наоборот, навредил ему. Ну, это очень, конечно, такой хитрый ход был со стороны Хасана, потому что лучше бы он его, наверное, там что-то с ним сделал бы. Так как теперь, вернувшись обратно, этот Кадыровец, он попал в очень серьезные неприятности. Так как Хасан, с точки зрения Кадырова, это абсолютно нерукопожатный человек. Хасан открыто называет Кадырова петухом, ну, и похлеще, да. После таких высказываний, как вы понимаете, каких-то дружеских бесед, там, встреч быть не может. После этого, после таких, как бы, оскорблений, может быть только встреча для того, чтобы один с этой встречей уже никогда не вернулся. И, соответственно, любой Кадыровец, человек, считающий себя другом Кадырова, он тоже должен иметь такое же отношение к Хасану. Он не может с ним встречаться, с ним красиво, там, разговаривать, улыбаться. А Хасан его развел, конечно, жестко. Он с ним встретился, тот, там, благодарит Хасана, с ним нормально общается. Конечно же, Кадырову это страшно не понравится. И это уже заметно по странице этого типа. Он уже там начал вылизывать Кадырова, по всей видимости, пытается как-то загладить свою вину. Ну, в общем, браво! Я считаю, что Хасан очень первоклассно провернул эту операцию. На самом деле, он, не притронувшись к нему, то есть никак не навредив ему физически, он при этом нанес ему колоссальный вред. Вернувшись обратно, этот человек столкнулся с великими проблемами, что он сейчас будет мечтать о том, чтобы вернуться в это время и дать Хасану себя там избить или причинить себе какой-то вред. Он бы сейчас предпочел это вместо того, что он сейчас имеет. Дунаш Андей встретился с Хасаном, не согласовав с Кадыровым. Я в этом уверен на 100%. Слышал Чимаеву, отказали в визу в США. Видимо, поняли, что он не боец после того, как Кадыров вытер пол Чимаева. Представь, полметровый, толстый, слегка туповатый хоббит вытирает пол двуметровым мышечному чуваку. Чимаеву отказали в визе. Походу, опоздал с удалениями фоток. Стыдно за парня. В том, что он не мог бы объяснить, какие цели преследует Путин в войне на Украине. Понятное дело, что он следует своим личным амбициям, но фактически за что борьба? Конечно, за влияние. Надо понимать, что он империалист, Путин. И он это не скрывает? Поставьте себя на место Путина. Вы бы тоже действовали именно таким же образом. Путин рассматривает Украину не как независимое государство. А так, как он, помните, объяснял название Украины. Он говорил «окраина». Ну вот он говорит «была Российская империя, а была вот окраина». Краина – это Украина, он говорил. Он вот так к ней относится. Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, все вот эти страны Средней Азии. И Путин их не рассматривает как независимые государства, имеющие право сами решать, с кем они будут дружить, с кем они будут враждовать, в каком направлении они будут развиваться. Он их не так рассматривает. Он их как типичный империалист, он считает, что это губернии российские. И что они либо, имея вот эту вот официальную независимость, некий официальный суверенитет, но при этом они должны быть полностью ориентированы на Россию. А если они не ориентированы на Россию, то мы их заставим ориентироваться на Россию. И если мы даже их по какой-то причине упустим, то это дорого обойдется этим странам самим. И вот поэтому принципы они действуют. Поэтому ни Грузию, ни Украину, ни Беларусь, ни Казахстан, Путин их никогда не даст им просто так уйти. Если какая-то из этих стран, допустим, тот же Казахстан завтра решит как-то ориентироваться на Запад, вы увидите, как приблизительно такая же история, как с Грузией, с Южной Осетией, с Абхазией, как с Украиной в формате Крыма и Донбасса. То же самое произойдет и в Казахстане. Хорошо или плохо, да? Я почему об этом как-то нейтрально говорю? Если бы я был империалистом российским, то я бы тоже мыслил именно так и считал бы, что Путин, он красавчик и он делает то, что надо. Да, пусть у меня там холодильник будет пустой, пусть я никуда нормально поехать в этом мире не могу, пусть меня воспринимают как изгоя. Но зато я империя, я крутой парень, я крутая страна, мы зато нас боятся, нас уважают, а мы вот этих не упустим. Я бы тоже так рассуждал. Почему я так не рассуждаю? Потому что я не российский империалист. Я даже если был бы империалистом, то точно не российским, так как российский империализм это моя первая проблема моего государства, моего народа. Мы страдаем 400 лет от этой проблемы. Поэтому я, конечно, мыслю иначе, я в этом противостоянии, разумеется, я на стороне Украины, Грузии и любых противников России, так как для меня здесь действует правило враг моего, врага мой друг. Но те же, кто мыслят как российские империалисты, они, конечно, будут в этом находить какой-то смысл и будут это оправдывать. Вопрос к родственникам силовиков. Каково быть отцом, матерью, братом, сестрой, сыном, дочерью или женой человека, который все время грозит насиловать мужчин? Саламу алейкум, Тумсо. У меня отец умер несколько недель назад. До детсунтир. Кстати, он очень обрадовался, когда увидел ваше фото с исламом вместе. Узнав, что вы помирились, он смотрел эфиры. Надеюсь, полметровый хоббит сильно не обидится за такие донаты. По скриптам. Хасан, если видишь это, сделай донаты через PayPal, брат, и сделай Patreon тоже. Уверен, многие тебя поддержат тоже. Баракаллаху фейк, метрандир, Ирландур. Абсервер. Брат, после твоего карантина обязательно нужно будет реабилитироваться, не забудь. Я прям считаю, что это необходимо мне, брат. Абсервер. Баракаллаху фейк, брат. Обязательно будем восстанавливаться. И желательно где-нибудь на берегу какого-нибудь хорошего моря. При доступной монетизации канала функция спонсорства бывает доступна. Надо уровни настроить, но это не сложно. Сделай это, пожалуйста. Я это посмотрю, иншуалла. Я сейчас не могу вспомнить, что меня остановило. Что-то меня остановило с этим спонсорством. Но я не помню. Кстати говоря, этот ковид, он еще и на память сильно влияет. Причем на такие вот элементарные бывают вещи. Ты можешь, там, суру, которую ты всю жизнь читаешь, ты можешь в какой-то момент такой ступор поймать. И просто ты все, не забыл ты продолжение. Такие моменты бывают. Если ковид влияет на память, то, получается, Кадыров им болеет до того, как это стало мейнстримом. Нет, у Кадырова у него немного другая болезнь. Она не связана с памятью. И с ковидом тоже не связана. Патологическая потребность лгать. Вот в чем проблема. Отсутствие собственного достоинства какой-то истории. Бывает, когда в детстве там собираетесь с друзьями, кто-то рассказывает какую-то историю свою, и ты тоже в ответ рассказываешь какую-то свою историю. Но для этого же, ну, это же, это должна быть какая-то история, которая подчеркивала бы твою, там, отчаянность, там, твою смелость, что-то такое, тебе хочется похвастаться, да. Вот представьте, если у вас нет такой истории, потому что, ну, вы крайне недостойный чувак, которому нечего рассказать. Обычно таких людей выручают друзья, там, ну, чужие истории, которые они могут выдать за свои. Но что делать, если у тебя и таких нет, так как с тобой никто из нормально достойных людей с тобой не дружит, потому что ты, ну, ну, ты какая-то шерсть, ты грязь из-под ногтей, ты как бы, ты никто, ты ничто, ты фекалий, ты, блин, пыль. Бывает, вот ты такой тип, ты шут такой гороховый, и вот в этом случае ты должен выдумывать эти истории. И отсюда появляются смешные и нелепые, смешные своей нелепостью истории по «Пришел котик». Субтитры подогнал «Симон»